Вот я очень благодарен своей судьбе, что я встретил таких людей, которые интересуются более возвышенными вопросами. Ну то есть Лев Толстой это не примитивный человек, то есть у него реально очень возвышенные философские темы затрагиваются в его книгах. И вот эта книга, мудрые мысли на каждый день, да, эта книга, она как раз воплощение его зрелости духовной. Он когда писал эту книгу, он говорил о том, что это для меня самые дорогие произведения, вот эти нравственные, которые он писал последние, что остальные все произведения для него стоят на втором месте. И для меня очень большое счастье читать, говорить об этих вопросах, потому что есть еще одна причина. Я уже устал, просто устал, честно говорю, от этой вражды религиозной, которую я чувствую, особенно сейчас на себе, потому что что только про меня там не пишут, причем до смеха доходит даже. Ну то есть людям не нравится, что я читаю лекции, собирается большая аудитория. Я понимаю, что надо государственность в стране как-то поддерживать, что есть какая-то основная вера, там, это дает возможность правильно, как бы, строить отношения с людьми. То есть есть своя вера у страны, там, и так далее. Это хорошая идея в целом. Но когда начинает разжигаться ненависть по отношению к другим традициям духовным, и эта ненависть выражается в том, что те люди, которые дают духовное знание в своих культурах, традициях, и становятся уже врагами, и про них начинают, как бы, всякую глупость, всякие говорить. Вот, то это уже означает просто грязь, с которой мы должны выйти. Это уже не культура, это уже не культура. Ну то есть если мне кто-то говорит, допустим, мои ошибки, указаны, я очень благодарен. Даже если в грубом тоне. Допустим, недостаточный контакт с клиентами дистанционный, нам сделать такое замечание. Я очень благодарен. Мы сейчас сделали, у нас достаточный контакт. Что мои методы лечения не совсем аэрведические. Я написал там в интернет, да, я как бы, мои методы не аэрведические написал, хотя они основываются на аэрведе. Потом некоторые аэрведические врачи начали меня защищать. Аэрведа развивающаяся наука, это хорошо. Мне это неинтересно. То есть, ну, считают, что не аэрведические, пускай будут не аэрведические. Хорошо написал, мои методы не аэрведические. Это мои методики, которые я сам разработал и так далее. Но когда начинают просто ахинею какую-то нести, простите меня за выражение, это становится печально, потому что эта ахинея, она пишется на серьезных религиозных сайтах, где религиозные люди приходят. И там одна девушка обиженная, как-то обиделась на меня. Она у нас работала, обиделась, написала обиженное письмо в интернет. И сейчас оно по всему интернет ходит. И в этом письме написано, что мои лекции никакого отношения к ведам не имеют. Мои лекции одобрены всеми духовными наставниками, которые у меня есть. И они считают, что я делаю хорошее дело. Это первое, чтобы вы знали. Второе. Также все знают, что мои лекции не имеют никакой религиозной и тем более конфессиональной тематики. Я стараюсь давать на нравственные темы свои беседы. Это тоже надо знать. То есть я именно в этом ключе действую. За все 15 лет чтения лекции вы не найдете ни одной лекции публичной, в которой бы я призывал к своей вере людей. И обвинение меня в этом тоже является просто смешным и оскорбительным по факту. Следующее. Там в этих во всех обвинениях, я сейчас их перечислю, объясню, как есть на самом деле. Потому что люди уже меня замучили письмами на эту тему. Сейчас идет очень массивная критика. В этой критике говорится, что моя медицинская деятельность не лицензирована. У нас есть две лицензии. Одна по терапии, другая по иглоукалыванию. Также у нас в нашем оздоровительном центре ведется научная деятельность. И в ближайшие два месяца выйдет первая научная статья в мире вообще по лечебному действию минералов. Эта статья будет на тему лечения веки сосудистой дистонии с помощью граната. То есть эта статья уже просмотрена на одной из ведущих кафедр по рефлексотерапии в нашей стране. И считается очень важным делом в плане развития вот этого направления науки. Рефлексотерапии с помощью полудрагоценных камней. То есть основное обвинение меня в том, что я шарлатан. Но вот шарлатаны наукой не занимаются. Следующее обвинение, что мои лекции приносят вред людям. На основании своих лекций я защитил кандидатскую диссертацию. И ученый совет, который состоял примерно из 20 наук, все единогласно проголосовали, что в области общественного здоровья, в котором я как раз и развиваюсь, эта работа является очень актуальной. Что она, ну 50% тех, кто слушает мои лекции, бросили пить. 50% кто курили, бросили курить. Ну то есть 65% улучшили свои семейные отношения, 67% людей улучшили здоровье, 47% улучшили отношения на работе и так далее. Это хорошие показатели по улучшению качества жизни. Таких работ вообще очень мало у нас в стране есть. То есть кандидатская была защищена в прошлом году. И меня попросили дальше двигаться в этом направлении ученые. То есть не посчитали, что я делаю что-то вредное. Вот. Теперь следующее обвинение. Там написано, что наши камни привозятся контрабандным путем. Это контрабанда в Россию. Если бы так было, тогда я бы давно уже, наверное, в тюрьме сидел. Потому что это серьезная вещь. Меня таким образом назвали бандитом. То есть у нас бандитская группировка там в Краснодаре. Вот. Все камни растамаживаются. Вот сейчас как раз происходит растаможка. Сейчас прям сейчас камни растамаживаются, привозятся. И у нас вполне официальная деятельность, связанная с работой с камнями. Вот. Следующее обвинение меня обвиняет в том, что я куда-то тяну людей. Я всю жизнь, наоборот, пытался всех оставлять в их вере. И как бы пытался в каждый раз, говорю о том, что так вот. И у нас поэтому на сайте есть такая статистика. Кто из вас укрепился в своей вере? И там очень много, большой процент. 21 тысяча человек в целом проголосовало, что им помогло. И многие люди утвердились в своей вере. Вот. И так далее. То есть, если у вас сейчас прямо есть ко мне какое-то обвинение, вы его скажите, я вам скажу свое мнение по этому поводу. Ну, как есть на самом деле. Ну, то есть, видите, то есть это все становится уже очень неприятно. Я до этого просто терпел, молчал. Сейчас пришлось уже говорить на эту тему, потому что уже, ну, уже просто до смеха доходит. То есть, говорят всякие глупости обо мне, которые вообще не соответствуют никаким нормам приличия. Вообще за эти дела в суд подают. Но я не буду на религиозные сайты в суд подавать это. Зачем это я буду делать? Ну, если им хочется так, они считают, что это укрепляет веру в их культуру, в их духовную жизнь, то тогда, значит, я что-то не понимаю, наверное, в этом во всем. Но так или иначе, вот, я хотел бы с этого свою лекцию начать. Потому что многие люди пишут, они встревожены. Мне пишут, что идет массивная критика. И меня называют разными словами грязными в этой критике. Ну, как бы, я в целом за то, чтобы мне делали замечания. Если вы конструктивно что-то видите, что-то не так. Допустим, я в одном письме прочитал, что я во время лекции шмыгаю и вытираю рукавом сопли. Я очень благодарен. Я больше так никогда в жизни не буду делать, рукавом сопли не буду вытирать. Вот, у меня салфеточки вот приносят теперь. Все, то есть я очень благодарен за это замечание. Вот. Говорю картавым голосом. Ну, простите, у меня так вот сложилось, что у меня голос такой, здесь уже ничего не поменяешь, я не смогу фальцетом говорить. Ну, то есть, как есть, так есть. Ну, какие-то замечания хорошие, очень мне нравятся. Я люблю вообще, ну, как бы, мне постоянно наставники делают какие-то замечания мои, и я следую этим наставлениям с удовольствием, если вы найдете что-то не так тоже. Я хотел бы строить вот такие отношения с любовью. В нашей стране не хватает правственности. Народ очень сильно страдает от этого. Вот, у меня есть соратник, Жданов Владимир Григорьевич, который сейчас борется с пьянством. Я пытаюсь в целом, как бы, нравственную культуру развивать. Ну, простите меня, что я, ну, вот, не классический, не классической духовной традиции не принадлежу. И причина, могу сказать, простая. Я пытался в православной вере развиваться, но когда я услышал вот эту вот всю критику, мне это не понравилось. А так я и сейчас своим сердцем тоже, как бы, очень близко к вот этой культуре, также к православной отношусь. Хотя я не могу сказать, что я плохо отношусь к мусульманской культуре или еврейской. У меня родственники живут в Израиле, они вот в еврейской культуре находятся. Мне это тоже нравится. У меня сестра двоюродная слушала мои лекции два года. Мы с ней практически не виделись никогда, она даже не знает мою фамилию. С пятилетним возрасте она уехала туда, и все там, отношения немножко. И она два года слушала, не знала, кто лекции читает. Потом она увидела, что-то на папу похож, на дедушку похож, кто такой. Потом узнала, что братик. Созвонились. И все.